Всем добрый день, меня зовут Пестырьков Иван, являюсь руководителем селого отдела американской компании FAMIT, которая находится в Нью-Йорке. Данное видео о том, как правильно оптимизировать страницу, имея текст или при написании текстов с последующей оптимизацией. Данное видео является инструкцией для моих сотрудников имеющихся, а также для будущих сотрудников, но я думаю, что оно будет вам интересно. Прежде чем приступить к оптимизации и наполнению сайта, по правилам нужно ознакомиться с разработанным чек-листом. Чек-лист выглядит таким образом, что он состоит из перечной информации, которая нужна для дальнейшей работы. То есть источник, статьи, краткое содержание, ключевые какие-то цитаты и так далее. То есть если, допустим, копирайтер пишет статью, то он должен перед началом написания статьи все это заполнить, чтобы иметь перечень всей необходимой информации для дальнейшей работы. Если мы говорим об оптимизации, соответственно, нам нужен только источник материала. Это может быть видео, это может быть статья. И, соответственно, нам нужны пункты, по которым нужно проводить оптимизацию. То есть здесь эти пункты представлены. То есть короткую URL, соответственно, фото к материалу, ссылки на другие материалы, краткое и понятное содержание, видео, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Следующим пунктом является распространение информации. Это тоже входит в обязанности оптимизатора. После того, как он оптимизировал статью, он должен статью разместить либо на социальных сетях, либо на тематических форумах, либо на специальных сервисах. Соответственно, есть задание, тестовое задание разместить видео, почему мужчины плохо одеваются для моего клиента, игрепронин.ру. Это пошивочное ателье в Москве. Мы занимаемся контент-маркетингом и, соответственно, с заказчиком снимаем видео. Эти видео дальше размещаются в блоге и также распространяются через социальные сети. Что мы делаем? Что должен сделать исполнитель? Он должен просмотреть видео, либо просмотреть расшифровку видео, которое подготовлено заранее. Здесь есть перечень всех-всех цитат, соответственно, весь текст из данного видео. Мы его текст изучаем, соответственно, изучает его исполнитель. После этого, какие пункты? Что он должен сделать? Он должен зайти в админ панель. У вас, конечно же, админ панель будет разная. Показываю это для сотрудников. Теперь переходим в раздел новости. Добавить статью. Соответственно, здесь есть перечень всех пунктов, которые мы должны запомнить исполнитель. Это название, краткий анонс статьи и сама статья. Также имеются пункты как раз для SEO-оптимизации. Что мы делаем далее? Далее нам нужен сервис WordPress, WordStat Яндекса. То есть мы сейчас открыли сразу же WordStat Яндекса. В дальнейшем я сейчас объясню, для чего это нужно сделать. Теперь начинаем заполнять наш чек-лист. Источником информации является видео. Соответственно, в пункт мы добавляем источник информации видео. Дальше. Краткое содержание. Краткое содержание мы можем взять отсюда. Но предположим, что сейчас я просто напишу данное видео о том, почему мужчины плохо одеваются в России. Соответственно, у нас нет ни ключевых цитат, ни цитат лидеров Меды, ни метафор. Яркие выражения дополнительных материалов никаких нет. Не представлено было. И можем предположить будущее размещение. Соответственно, его нет. Он создается автоматически. Теперь данный пункт нам не нужен. Теперь мы составляем short URL. То есть, короткий URL. Как вы знаете, из правил оптимизации URL мне должен быть очень длинным. Соответственно, мы его создаем таким образом. Почему мужчины плохо одеваются. Лучше, чтобы URL включал в себя какую-то часть ключевого запроса или ключевой запрос в целом. Теперь нам нужен фотоматериал к тексту. Здесь в данный момент является хорошим фотоматериалом. Это сам превьюшка из видео. Соответственно, мы можем ее сохранить для дальнейшей работы. Так, все. Материал для картинки у нас есть. Соответственно, мы указываем ссылку на скриншот в нашем чек-листе. И идем дальше. Ссылок на других материалов у нас нет. Краткое и понятное содержание. В данном видео Григорий Пронин, совладелец ателье Игорь Пронин, рассказывает о том, почему почему уже в России мужчины одеваются плохо. То есть, у нас готово теперь короткое описание. Видео нам не нужно, потому что мы уже его добавили. То есть, соответственно, оно нужно для дальнейшей работы, лучше его скопировать. Так, идем дальше. Похожие записи. То есть, в том случае, если у вас блок предотвращает подключение похожей записи, вы можете их составить. Призыв. Призыв лучше подготовить заранее. Подписывайтесь на наш наши социальные сети. Сети. А также причина, почему они должны подписаться, обязательно должна быть указана. для того, чтобы получать новости моды и стиля первым. теперь обязательно нужно добавить, если это у вас блок, то призыв к комментариям. Ждем ваших ждем ваших комментариев. Соответственно. То есть, перед тем, как вы начинаете заполнять сайт, вы должны заполнить чек-лист. для того, чтобы в дальнейшем брать просто отсюда эту информацию и копировать на сайт. Теперь дальше идем. Призыв к лайкам и причины, почему люди должны лайкать. Лайкайте наши посты и получаете скидки нашим ателье. Не обязательно эти призывы должны оставаться такими же. Нужно каждый раз придумать какие-то свои призывы, чтобы они менялись. Соответственно, мы должны придумать сейчас тайтл, дескрипшн и кейвордс. Тайтл должен быть максимально ярким и продающим, но при этом включать в себе ключевой запрос. Для этого нам понадобится Яндекс.Вордстат. И мы ищем, допустим, слово мужчины плохо одеваются, допустим. Нету. Надо найти примерно похожий ключевой запрос, который подходит к данной тематике. Плохой вкус мужчин. мужской стиль. Так, мы дальше смотрим мужской стиль. Нам этот запрос не подходит. Могу предположить, что лучше запрос тогда как хорошо одеваться, то есть от обратного. И мы видим, что очень много ключевых запросов, которые нам нужны фактически. Теперь что мы делаем? Мы используем данный ключевой запрос и вшиваем его в title. И пишем примерно следующее title. Почему проблемы мужского стиля в России или или как научиться хорошо одеваться. Соответственно здесь у нас яркий красивый title с использованием ключевого запроса. Теперь нам нужно опять же используя ключевой запрос придумать и написать description. Соответственно здесь опять мы пишем то есть смотрим какие-то ключевые запросы которые нам более-менее подходят. Как хорошо одеваться в мужчине. Допустим отличный запрос его используем для description. Так как хорошо одеваться мужчине вопрос допустим можно так правило как хорошо одеваться мужчине можно по-другому написать допустим видео о том видео о проблемах мужской моды в России а также руководство о том как хорошо одеваться мужчине. Соответственно здесь опять же есть упоминание ключевого запроса. А теперь мы берем составляем список ключевых запросов которые по которым хотели бы чтобы наш сайт ранжировался. Мы берем как хорошо одеваться соответственно как хорошо одеваться мужчине. Можно включить как хорошо одеваться парня. И как научиться хорошо одеваться допустим. Теперь вставляем наш чек-лист. заранее советую вам прописать и все возможные H1. Соответственно каким образом мы делаем это? H1 H2 H3. Главное правило для H1 они не должны совпадать с title. мы опять же обращаемся к нашей статистике и берем запрос мы употребили как научиться хорошо одеваться. Соответственно title может быть сделан таким образом почему мужчины российские мужчины плохо одеваются и как же научиться как же им научиться хорошо одеваться. Соответственно H1 H3 можно написать уже исходя из текста. Но соответственно здесь мы уже имеем H1 который отличается от title но при этом включает себе необходимый ключевой запрос как научиться хорошо одеваться а так же так же выполнять главную функцию отвечает нам на тот вопрос о чем данный текст. Теперь идем дальше у нас есть картинка open graph демотиваторов у нас никаких нету описание alt для картинки alt ключевое слово для картинки соответственно мы можем их скопировать из keywords полезных ссылок у нас нету полезных ссылок по теме нету книга нету проверка ссылок на работоспособность это нужно делать потом и публикация URL теперь как только мы подготовили всю необходимую информацию для размещения мы начинаем размещать эту статью на сайте для этого мы берем название статьи почему мужчины плохо одеваются вставляем сюда название соответственно у нас есть краткое описание берем его из чек-листа пишем призыв смотреть видео так как мы сейчас пока не знаем на каком URL у нас будет то есть мы уже знаем мы составили в чек-листе какой урл у нас будет соответственно мы этот URL вставляем зная URL можем вставить уже на видео теперь имея картинку мы тоже ее можем вставить делаем опять же ссылку на наше видео то есть на наш основной пост здесь вставляем наше видео аж два я назову расшифровка видео о том расшифровка видео о плохом мужском стиле в России копируем наш текст вставляем все заранее подготовлены наши тайтлы и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, статья размещена. Теперь мы добавляем в чек-лист всю необходимую информацию, то есть ссылка размещения и публикации для дальнейшей проверки ответственным лицом. Теперь нужно составить краткое описание для размещения. Важно понимать, что краткое описание ни в коем случае не должно совпадать с тем описанием, которое есть уже на сайте. То есть нужно придумать еще раз новое короткое описание. Соответственно, мы его заранее напишем. Салон ателье Игорь Пронин подготовила ответ на вопрос. Также подготовила... Даже не так сделаем. Каждую девушку в России интересует вопрос. Почему же в России... Почему же... Почему... Каждую девушку... Каждую русскую девушку интересует вопрос. Почему же в России... Почему же в России... Мужчины... Так... Плохо... Одеваются... Салон... Моды... Номер... Один... В Москве... Игоря... Пронина... Дал... Ответ... То есть... Данное... То есть... Данное короткое описание должно быть максимально социально направленным. То есть... Должно сподвигать... Должно вызывать соответственно интерес. Для того, чтобы эту статью прошли. Теперь... Мы имеем... Описание, что мы делаем дальше. Мы заходим в сервис автопостинга. В данный момент мы пользуемся новой пресс. Очень хороший сервис. Соответственно... Ищем наш проект. Сейчас откроются все проекты. Игорь Пронин. Здесь. И даем ссылку на данную публикацию. Не забываем прикрепить фотографию. Фотографию также можно опять же взять из... Уже заранее подготовленной фотографии. Так. Теперь... Нажимаем опубликовать. Забыл рассказать про оптимизацию картинки. Сейчас мы вернемся опять в админ панель. И... Я покажу, как это сделать. В новости. Почему мужчины плохо одеваются. Заходим в редактировать. И там, где у нас альт в картинке, мы должны прописать... Ключевые запросы. Соответственно. Нажимаем сохранить. Так. Посмотрим, как наша публикация. У нас публикация опубликованная. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть на... Вот видео на наш видеоматериал. Теперь, после того, как мы подготовили... После того, как мы опубликовали все, нам нужно этот материал разместить на других форумах. Либо специальных сервисах. Форумы. Опять же, каждый форум или там тематическая площадка в каждой тематике разная. Мы сейчас не будем это упоминать. Соответственно, нам нужно... И также вы можете добавить ваш пост в вашем блоге или вашу статью на различные сервисы. Допустим, возьмем Grabber. Для того, чтобы сделать анонс. Так. Заходим. Добавить анонс. Урал статьи копируем. Заголовок. Можно взять из названия статьи. Можно взять из чек-листа. Как вам угодно. Текст анонса. Берем из подготовленного текста анонса. И выбираем картинку. Картинка у нас уже подготовлена. рема. Возьмите Эта onto правила. Были можно산 с эллицей формировать. Так, и выбираем раздел «Благосфера», «Публиковать». Обязательно советую вам для быстрой индексации страницы добавить в сервис Яндекса «Add URL», а также «Add URL Яндекса» и «Add URL Гугла». Добавляем в «Add URL Webmaster.Yandex.ru». Добавляем наш материал для быстрой индексации. И самое последнее, не забываем добавить наш материал в Webmaster текст для Яндекса, для того, чтобы просто нашу статью, наш контент не своровали. Для этого мы переходим в содержимое сайта. И добавляем наш текст. Все. Все. Теперь давайте пройдемся по пунктам. Что нужно сделать для того, чтобы оптимизировать страницу? Первое. Нам нужен материал. Этот материал нужно изучить. Либо это будет видео, его нужно просмотреть, записать, о чем это видео. Если это статья, то статью эту прочесть. Потом, для того, чтобы нам подобрать ключевые запросы, мы используем сервис wordstat.yandex.ru. Мы по теме данного видео подбираем запросы, для того, чтобы составить title, description и keywords. Title должен содержать ключевое слово, description тоже должен какое-то ключевое слово содержать. Соответственно, keywords содержат все продвигаемые или те ключевые запросы, на которые вы хотите, чтобы были переходы с поисковых систем. После этого обязательно нужно заранее подготовить H1. Оно должно быть уникальным, соответственно, не совпадать с title. После этого мы составляем описание для alt-имиджа, то есть картинки, описание картинки. Туда мы можем ставить ключевые запросы. Соответственно, последним пунктом является описание для социальных сетей. То есть, как только мы все подготовили, мы можем начинать работу с материалом. После того, как статья размещена, советую ее разместить для быстрой индексации в сервисах на форумах тематических, на сервисах паке, граббер, субстрайп, постпиар и других сервисах, которые найдете. Соответственно, для того, чтобы статья быстро проиндексировалась, есть инструмент addURL от Яндекса, а также есть инструмент добавления ссылки от Гугла. Также обязательно, обязательно рекомендую, настоятельно рекомендую вам все тексты, ваши уникальные тексты, добавлять в содержимое сайта в сервис Яндекса, для того, чтобы вас не украли ваш контент. Спасибо за внимание и всего доброго. До свидания.